ПИТЕР ФЕХЕРВАРИ ЗМЕЕВ ЗАПОВЕДНИК Начало записи. Мы движемся вслепую по тонкому лезвию ножа, который рассекает небытие. — Оступись и падешь с пути. Иди прямо, падешь вместе с ним. Тут есть, наверное, какая-то разница, но я уже стала в этом сомневаться. Но, тем не менее, останусь верна высшему благу и предоставлю вам самим делать выводы из событий. У меня мало времени, но даже на смертном адре следует блюсти положенный порядок. То есть, оставаться Тау даже среди дикарей. Эта гнилая планета забрала у меня многое, но этого ей не отнять. Знаете же, я Пор-Уи. Виор-Ла. Асхарил. Дочь третьего потока из клана Кхерай. Я происхожу из септомиров, где благоразумие водяной касты затмило свирепость огненной. Но все же моя семья служит достойной империи Тау с основания первых колоний. Как и я послужу своим последним докладом. И потому начнем сначала. Пусть им будет серо-зеленая мгла, круглый год висящая над Фи-Драа, моим новым миром. Не успела я сойти с трапа корабля, как планета заключила меня в свои жаркие смрадные объятия и больше не выпускала. Моргая и давясь в густом тумане, я услышала грубые голоса и еще более грубый смех. Потом кто-то ткнул маску фильтратора мне в лицо, и я снова смогла дышать. «Первый раз будто тонешь», — произнес мой спаситель. «Потом станет легче». Я не помню, кто это был, но он солгал. «Дышать в этом мире никогда не станет легче». «Ты явно нажила себе слишком влиятельных врагов для столь юной особы», — Асхарил. Без всяких преамбул заявил посол Осейшен, рассматривая меня с подушек своего парящего в воздухе трона. Его голос был мягок и в то же время полон энергии. Он наполнял просторный зал приемов, точно текучий шелк. Настоящее оружие в руках искусного оратора. Посол прислал вызов сразу после моего прибытия, так что я не успела привести себя в порядок и теперь чувствовала себя довольно униженно. «Я не понимаю, почитаемый», — сердито возразила я, колеблясь между уважением и неприязнью к древнему старцу. Ему подчинялись все наши силы этой глухой планеты. Власть Осейшена служила доказательством превосходства нашей касты, но от посла смердела годами, прожитыми сверхъестественного порога жизни для Тау. Его старческая кожа стала уже темно-синей и с трудом скрывала жесткие грани черепа. Однако взгляд посла оставался по-прежнему ясным. «Этот мир — конечная станция», — продолжал он. «Кладбище для сломленных воинов и забытых реликтов вроде меня, а неиспытательный полигон для горячей крови молодых. Кого ты оскорбила, раз тебя отправили сюда?» — Асхарил. Он улыбнулся, но глаза его выдали. «Я следую дорогой воды», — ответила я, положившись на врожденное самообладание своей касты. «Моя кровь струится тихо и мирно, так что мой голос может плести...» Осейшин фыркнул, оборвав меня, словно пощечиной. «Я слишком стар для словесных игр, девочка!» Он подался вперед, и с губ у него потянулась ниточка слюны. «Зачем ты явилась на Фидраа? Кто тебя послал?» «Почитаемый...» — я запнулась, тщетно пытаясь оторвать взгляд от падающей, словно в литургическом сне слюны. «Простите, но я сама просила назначения сюда. Я проводила изучение языка и обычаев людей. Я нарочно использовала слово, которым Гуэла называют себя. На Фидраа мне виделась наилучшая возможность углубить свои познания. Посол глянул на меня с таким откровенным недоверием, почти нарочитым, словно мы с ним старательно играли в игру «кто кого обманет?» — игру, в которой он привык выигрывать. «Значит, ты хочешь испытать себя в деле?» — Асхарил. Он снова улыбнулся, и на этот раз я заметила в его улыбке веселье, которое, однако, разделить у меня никакого желания не возникло. «Тогда не стану тебе препятствовать. Более того, у меня есть для тебя как нельзя более подходящее поручение. Я так никогда уже не узнаю, почему Сейшен посчитал меня своим врагом на той нашей единственной короткой встрече, однако посол оказался самой безвредной из всех бед, что ждали меня на этой планете». О долгой борьбе Империи Тау с Империумом Гуэла за планету «Фидраа» я распространяться не буду. Загадки опутывают ту войну, словно шепчущий дым, а я не успела о них почти ничего узнать перед тем, как Усейшен отправил меня в никуда. Я могла бы много рассказать о природе самой планеты. По ней я скиталась почти пять месяцев, однако удовольствуюсь лишь одной избитой истиной. Что бы ни говорили на «водных», это никак не готовит к тому, что будет на самом деле. Отнести «Фидраа» к классу «мир джунглей» или «водный мир» – это все равно, что облачить мертвеца в пышной одежде и называть его красавцем. 80% поверхности планеты утопает в вязких снулых океанах, которые перемешиваются с небом в беспрестанном круговороте испарения и моросящих дождей, окутывая все кругом серо-зелеными миазмами, что проникают во все поры и самую душу. Континенты «Фидраа» представляют собой колючую путаницу мега-коралла, забитую растительностью, которая выглядит и пахнет так, словно ее выгребли со дна океана. Низкорослые деревья с мясистыми стволами и похожими на пузыри листьями соперничают с увядающими царствами грибов и колоссальными скоплениями анимон. И все это душит друг друга, лезет друг через друга и просто растет друг на друге. Размножение в гонке с распадом столь быстрое, что ее, кажется, можно заметить собственными глазами. Худшее ли место на Фидраа, сектор О-31, я сказать не берусь, однако он явно занимает там не последнее место. Гуэла называют его «Клубок». Название бесконечно более подходящее, чем наше сухое и рациональное обозначение, ибо нет ничего даже отдаленно напоминающего рациональность в этой зловещей местности. Вьющаяся спираль расхисших от воды джунглей. Мрачное сердце самого большого и самого дикого материка планеты. Война его почти не коснулась, однако слухи преследуют его точно дурные воспоминания. О полках, которых проглотило в полном составе, прежде чем они успели схлестнуться с врагом. О заблудившихся патрулях, которые еще ведут войны постарше наших. И о древних тварях, спящих в глубине океанов. Понятно, что я не придавала внимания всей этой чепухе. В мою задачу входило пролить свет здравомыслия на эту головоломку и распутать клубок, как это красиво представил О Сейшен. Я должна сопровождать Фео Вре Мутыха, заслуженного картографа из земляной касты, который получил задание нанести эту область на карту. Тогда я решила, идиотка, что мне оказана честь. И только потом, позже, увидев, как клубок обматывается вокруг и сквозь себя, я поняла всю бессмысленность нашей затеи. И часто думала, не смеется ли еще надо мной О Сейшен. О характере земляной касты говорит многое тот факт, что Мутых воспринимал свое невыполнимое задание безо всякой злости. Крепкий Тао в осеннем цикле своей жизни он вечно ходил надутый и самодовольный, что меня постоянно бесило. Однако к работе Мутых относился исключительно скрупулезно. Его помощник Санти, Тихий Аутаку, спец по информации, говорил редко и никогда не встречался со мной глазами. По-моему, он предпочитал общество своего инфодрона и из новоразумных всем остальным. Четвертый и последний из стоящих упоминания была наша защитница и проводник Шас-Уи Джи Каара. Огненный воин и ветеран Фидраа. Она относилась к джунглям с чутким недоверием хищника, который понимает, что сам может стать добычей, и, как у многих хищников-вожаков, у нее была собственная стая. Десяток янычаров Гуэла с импульсными карабинами и в легкой броне. Все они были имперскими дезертирами, которых больше привлекли обещания лучшей кормежки, чем идеология Тао, и которые, несмотря на внешние атрибуты нашей цивилизации, так и остались варварами. Каждый вечер они играли в азартные игры, спорили и грызлись между собой, но никогда в присутствии Джи Каары. Зная они, что я понимаю их язык, то следили бы за ним получше, и, прислушиваясь к их грубым страстям и страхам, я дивилась, как столь приземленный народ вообще вышел к звездам. Вместе мы вступили на клубок — земля, вода, огонь и грязь, следуя по его странным водным путям на паре престарелых каракатиц. Раз в несколько дней Мутах замечал какое-нибудь необычное место и требовал остановки. После чего мы тратили целую вечность, описывая какой-нибудь невразумительный геологический феномен или древние руины. Пока картограф наносил данные на карты, а янычары патрулировали местность, джунгли потихоньку придвигались, следя за нами тысячу голодных глаз, которые как будто принадлежали одному зверю. «Он ненавидит нас», — сказала как-то Джи Каара, застав меня врасплох. Я пристально вглядывалась в зверя в ответ. «Однако нам рад и ждет, когда мы потеряем бдительность». «Это же просто джунгли, Шасуи», — возразила я, повернувшись к воительнице. «Они не способны мыслить». «Врешь, водичка», — ответила Джи Каара. «Видишь правду, но, как и все ваши, сама ее боишься». «Все ваши?» Я была поражена. «Мы с тобой одной крови. Мы обе Тау». Лицо Джи Каары скрывала бесстрастная маска боевого шлема с выпуклыми линзами, однако презрительную усмешку я ощутила. По мере того, как наша экспедиция растягивалась и недели превращались в месяцы, я возненавидела всех своих спутников, но в особенности Джи Каару. Я признаю место огненной касты в Тау-Ва, однако мне не давала покоя агрессия, сидевшая у нее внутри, точно сжатая пружина. Может быть, это было из-за неприятного шрама у нее на лице или ее насмешливого презрения? Но, пожалуй, нет. Скорее всего, это было что-то более глубокое. Как и Осейшена, ее затронула порча этого мира. Порча. Столь иррациональный термин в устах Тау. Он наверняка больше бы подошел имперским фанатикам, которые осуждают все непохожее уже из-за самой непохожести. Возможно, однако позже я начала подумывать, что фанатики подобрали очень верное слово. Пора рассказать вам о Змеевом заповеднике. Что это? Я попыталась разглядеть темный силуэт сквозь вуаль окружающей его растительности. В середине острова, лежащего перед нами, возвышалось нечто похожее на приземистое широкое строение, которое явно отличалось от всех тех, что мы встречали на клубке прежде. Несмотря на мешающие заросли, его простые угловатые контуры прослеживались четко, говоря об архитектурной строгости вопреки плавным очертаниям наших форм. Даже только увидев его с расстояния, я преисполнилась дурными предчувствиями. «Ни рода не обманули», — заметил мутых, опуская оптику. «Ни рода?» Я вспомнила диких, облепленных грязью аборигенов, которых мы встретили несколько недель назад. Технически аборигенами их называть неправильно, так как местные федрани произошли от колонистов Гуэла, которые покорили этот мир тысячи лет назад, а потом он, в свою очередь, покорил их. Примитивные вырожденцы, низкие кривоногие, с огромными точно стеклянными глазами и разъявленным ртом, живущие среди дикой природы, довольно разрозненными племенами. Все они непредсказуемы. Но клан нерода, который двигался вдоль хаотичной аритмии клубка, был печально известен своей воинственностью. Однако Джикаария знакома их обычаи, и она выиграла переговоры для мутыха, который обменивал яркие безделушки на обрывки знаний об их коварной стране. Один из обрывков и привел нас сюда. — Насчет змея древ не обманули точно, — кисло заметила огненная воительница. Весь остров ими утыкан. Поначалу я принимала легкое колыхание высокой, похожей на аксиньи поросли, которая словно ковром покрывала остров, за действие ветра, хотя ветра никакого не было. Теперь я взглянула на покачивающиеся отростки по-новому. У основания каждый был толще меня в талии, сужаясь к ребристому фиолетовому кончику, который кланялся в нашу сторону, точно пробуя наш запах на вкус. — Они опасны? — Их ожог смертелен, — с лаской в голосе ответила Джикаара. Но растут они медленно. Этим, наверное, больше ста лет. Это строение явно возведено до войны, — с удовольствием перебил её мутых. Находку нужно тщательно осмотреть. Что-то похожее на алчность промелькнуло на его широком лице, явив ещё одну грань порчи — жажду знать. — Огненный воин! Прошу расчистить путь! Джикаара развернула роторные пушки нашей каракатицы вдоль леса, кромсая упругую, как резина поросль, надымящиеся обрубки, которые больше походили на куски мяса, нежели на растения. Умирая, дерева издавали пронзительные звуки, их трели звучали неожиданно разумно. — Плохой оказался заповедник! — со странной грустью произнёс Ксанти. Я удивлённо взглянула на помощника мутыха. Тот поёжился, смущённый моим вниманием. Так это место дикари называют. Змеев заповедник. Потом янычары прошлись по останкам леса огнемётами, с хохотом обращая в пепел бьющиеся обрубки. Один громила перестал смотреть по сторонам, и, похожий на кнут отросток, корчась в смертных судорогах, хлестнул его по лицу. Пару секунд спустя человек присоединился к растению в собственном танце смерти. Впервые я стала свидетельницей насильственной смерти, однако ничего такого не ощутила. Федраа уже изменила меня. Лишённая покрова, строение оказалось почти совершенным в своей уродливости. Приземистый восьмиугольный массив, сложенный из серых плит, твёрдых, как скала. Стены под наклоном сходятся к плоской крыше, которая выглядела достаточно крепкой, чтобы выдержать бомбардировку с воздуха, наводя на мысль, что это место могло быть чем-то вроде бункера. Обойдя его кругом, мы не нашли ни щелей, ни следов отделки, только глубоко утопленный в стену вход, куда легко мог проехать танк. Металлическая перегородка переграждала путь. На её изъеденной поверхности выступал строгий символ «Ай». Несмотря на свою простоту, знак излучал суровый авторитет, лишь усугубив мои тревоги. «Мне незнакома эта эмблема», — задумчиво произнёс мутах, проводя рукой по выпуклостям металла. «Ты что думаешь, поруи?» «Похоже на руну Гуэла», — ответила я. «Лингвистически она переводится как «сам, лично», — но в таком контексте, вероятно, подразумевает обозначение какой-то группировки». «Значит, Гуэла построили это место?» — спросил Ксанти. «О, я с абсолютной уверенностью могу предположить имперское происхождение», — ответил мутах, явно довольный собой. «Хотя здесь не хватает вампезных украшений, присущих их архитектуре, но контуры и материал явно имперские». Откуда взялись имперцы на Фидраа до войны? Ксанти, похоже, сам смутился от своего замечания. «А почему им здесь не быть?» — провозгласил мутах. «За сотни лет имперцы побывали почти везде. Это древняя держава, которая горела желанием достичь звёзд за тысячи лет до того, как нам было явлено Тауа. Однако нельзя сказать, когда они впервые появились на этой земле. И зачем?» «У этого места мощь крепости, но нет логики крепости», — сообщила Джекара, впервые подав голос. «Стены прочные, но нет ни огневых точек, ни сторожевых башен». «Возможно, они скрыты», — предположила я. «Не забывай, это довоенный реликт», — укоризненно ответил мутах. «Его построили не для того, чтобы удержать врага снаружи, а для того, чтобы уберечь секреты внутри». «Какие секреты?» — преданно спросил Ксанти. «Такие, которые стоит хорошо прятать». При мысли об открывающихся возможностях у картографа заблестели глаза. «Такие, которые стоит узнать для высшего блага». Он хлопнул по перегородке. «Открывайте». Внешне никаких механизмов доступа видно не было. Но инфодрон Ксанти обнаружил биометрический считыватель, встроенный в перегородку. «Для Гуэла это довольно сложная система», — бормотал Аутаку. Его лицо почти пропало среди пляшущих голограмм, которые проецировал дрон. Небольшая машина в форме тарелки парила возле двери, ощупывая механизм инфолазером и схематически перенося его туда, где с ним мог работать хозяин. «Сомневаюсь, что смог бы обойти его», — говорил Ксанти. «Однако, похоже, замок уже взломали». И довольно грубо перенастроили. Он поднял хмурый взгляд. «Кто-то уже пробрался сюда до нас». Несмотря на то, что замок был уже поврежден, к моменту, когда Ксанти синтезировал нужный ключ, уже опустилась ночь. Мертвые шестерни со скрежетом ожили, и перегородка пошла вверх, стяная от повторного надругательства. Из темной утробы хлынул кислый запах плесени, настолько густой, хоть топор вешай. Несколько янычаров насмешливо фыркали, пока я, сдерживая рвотные позывы, неловко возилась со своей маской-фильтратором, однако сами заметно побледнели. Джикаара резким движением заставила их замолчать, однако благодарности я не испытала. Герметичный шлем избавил ее от вони, которую нам пришлось терпеть. Где уж тут равенство и справедливость? Мы вошли в похожий на пещеру зал уже привычным порядком. Дрон-стрелок Джикаары полетел вперед. Янычары веером разошлись в стороны. Наши ручные фонари отбрасывали темноту прочь, однако та черной паутиной цеплялась за каждый угол и щель. Из темноты кругом проступали выгоревшие остовые транспортных амфибий и каких-то агрегатов, бросая тени на кладбище из бочек и ящиков, похожих на надгробие. «Те, кто сюда пробрался, перекрыли путь к отступлению», — сообщила Джикаара, оценив разрушение. «Уничтожили машины и запечатали выход на случай, если кто-то проскочит». «Почему никто не сопротивлялся?» — поинтересовалась я. «Тел не видно». «Хороший вопрос, водичка». На другом конце зала среди обломков покоился искромсанный люк, вырванный из пазов. Джикаара опустилась на колено и провела пальцами по истерзанному металлу. Края люка лохматились острыми завитушками. «Цепные мечи!» — «Откуда ты знаешь?» — «Зубья оставляют характерный след». Джикаара умолкла и глянула через плечо прямо на меня. «Их отметины! Не спутаешь ни с чем!» Ее голос прозвучал почти вызывающе. «Не спутаешь ни с чем?» Точно по собственной воле мои глаза обратились к залатанному шраму на лицевом щитке ее шлема. Ране, которая точно в зеркале отражала разрез у нее на лице. И тут до меня дошло, как она познакомилась с этим оружием. Дальше по коридору разрушения почти сошли на нет. Однако гнетущее чувство не исчезло. Оно преследовало нас, пока мы проходили одно покинутое помещение за другим, уходя вглубь сооружения и прижимаясь друг к другу все тесней. «Группы поменьше могли бы охватить большую площадь!» — протестовал Мутах. «Твоя осторожность нелогична, Шасуи! Это место давно мертво!» Но огненный воин не стал бы разделять наши силы. И я снова поразилась различию между нашими кастами. «Мы работаем вместе ради высшего блага, однако наши характеры расходятся. Мутах и Ксанти — создание рациональности, в то время как Джикаара жила чистыми инстинктами. Что же тогда я такое?» Я размышляла над этим вопросом, пока мы двигались дальше, проходя комнаты охраны и кладовые, пустой склеп общей спальни и столовую, где на столах по-прежнему ждала еда, затвердевшая до состояния камня и забытая. «Оно застало их врасплох», — пробормотала Джикаара и расправилась с ними очень быстро. «Оно?» — переспросила я. «Ты хотела сказать «захватчики»?» «Нет». Впервые ее голос прозвучал обеспокоенно. «Нет, мне кажется, это что-то другое». Первого мертвеца мы встретили на посту связи. Закутанный в тяжелые алые одеяния, привалившийся к пульту Вокса, мумифицированный труп был похож больше на машину, чем на человека. Вместо лица у него была угловатая бронзовая маска, утыканная датчиками и явно приклепанная к черепу. В бионической клешне был зажат пистолет, ствол был просунут в разбитую решетку рта. Верхушка черепа отсутствовала, превратившись в корону из осколков кости и электросхем. «Он застрелился, чтобы захватчики не успели до него добраться», — заключила Джикаара. «Или потому что не успели добраться», — неуверенно предположила я. «Джикаара перевела взгляд на меня и подождала, пока я консультируюсь со своей интуицией. Он единственный, кого мы нашли. Возможно, это чем-то отличает его от остальных. Он точно отличался от остальных», — со страстью вмешался к Санте. «Судя по обширной бионике, это жрец механикусов, и, вероятно, не из последних по статусу. В отличие от нас, спецы по обработке информации Империума стремятся слиться со своими машинами». Страсть Аутаку удивила. Внезапно я поняла, как мало знаю о своих спутниках. «Мы прошли вместе так много, но по-прежнему оставались незнакомцами. Что нас разделяло? Наши касты или просто личные недостатки?» С беспокойством я отложила этот вопрос в сторону и сосредоточилась на текущих событиях. «Пожалуй, это он вызвал тех, кто сюда проник». Джикаара обдумала мою мысль. «Пожалуй, водичка». «И, пожалуй, я не такая дура, за которую ты меня держишь», — подумала я. Опускной механизм на нижнем уровне был уничтожен, а люк на лестничном колодце заперт изнутри. Правда, для плазменных резаков это препятствием не было. За люком спиралью уходили в темноту металлические ступени. Дрон-стрелок Джикаары летел первым, опускаясь в пролет, а мы шли по спиральной лестнице. Луч его прожектора пропадал в бездне внизу. По мере спуска стены начинали крошиться и осыпаться. Всю влагу из них высосали серебристые прослойки грибка. Кое-где отвратительная грязь вспучивалась раковыми опухолями плодовых тел. Но это были лишь высохшие пустышки, по-видимому, окаменевшие в процессе роста. Вонь стояла жуткая, и я крепко прижимала к лицу фильтратор. Мутах с Ксанти вскоре последовали моему примеру. А вот янычары терпели стойко, не желая показывать слабость перед Джикаарой. «Стараются. Точно собаки перед хозяином», — подумала я. «Через равные промежутки мы проходили мимо входных створов на другие уровни. И я осознала, насколько огромное сооружение лежит под землей. Точно закопанная гора, изрытая ходами и пещерами. Некоторые из входов были заперты, некоторые раскрыты нараспашку. Но мы пропускали их все. Исследовать весь комплекс целиком заняло бы несколько дней, а ни один из нас не горел желанием здесь задерживаться. Поэтому мы шли дальше. Нас всех подгоняло общее чувство, что ответы, которых мы ищем, лежат внизу. Но когда Сведрона, наконец, нащупал дно лестничного колодца, мы застыли на месте. «Император, сохрани!» — ахнул один из янычаров, но никто не одернул его за этот атовизм. Наш путь заканчивался в трупной яме. Десятки мертвых тел грудами лежали внизу, искалеченные и переломанные немилосердной смертью. Стены вокруг были изрыты глубокими воронками, что говорило о сильной перестрелке, однако нельзя было сказать «пули это» или «цепные мечи», которыми мертвые были очищены от грехов. «Очищены от грехов» — еще одно выражение, которое плохо сочетается с «таува». Но все-таки это верный термин, ибо твари эти были нечистыми. Несмотря на раны и десятки лет разложения, было ясно видно, что гуэла они напоминали только поверхностно, и сохшая кожа туго обтягивала изуродованные кости, разрастаясь узловатыми пластинами на ребрах и плечах. У многих были лишние суставы на ногах или похожие на длинные изогнутые лезвия выросты, торчащие из опястий. От лиц остались высохшие маски на удлиненных, почти звериных черепах. Челюсти, раздвинутые жесткими языками с жалом на конце. Некоторые еще носили обрывки одежды, однако большинство были обнажены. Они сбросили одежду, точно ненужную кожу, когда их охватило изменение. «Мы должны повернуть обратно», — решительно заявила я. В кои-то веки янычары были со мной согласны, и, к моему удивлению, не только они. «Асхарил права», — произнесла Джекаара. «Этот склеп лучше оставить как есть». Мутых заколебался. Он испытывал такое же отвращение, как и все мы, однако оставить тайну неразгаданной для него было все равно, что предать себя анафеме. «Это неприемлемо», — заявил картограф. «Наш долг оценить, переложить в цифры и записать эту аномалию. Высшее благо требует бесстрашия. Неужели твое бесстрашие тебя подводит, огненный воин?» Джекаара окаменела. Между янычарами прокатилась волна напряженности, и я увидела, как они неосознанно дернули оружием в сторону картографа. Даже Ксанти это заметил. Его взгляд метался между спорщиками, на лице застыло почти комичное выражение растерянности. Лишь Мутых, казалось, совершенно не подозревал о грозящей ему смертельной опасности. «Я пойду дальше один», — настойчиво продолжал он. «Если ты боишься...» Я подумала, что после такого она его убьет. Я попыталась вмешаться, вспомнить свое ремесло и сгладить разногласия, однако слова покинули меня прежде, чем я сумела их подобрать. Вместо этого Джекаара нашла в себе резерв дисциплины, о наличии которого я и не подозревала. «Огонь всегда идет впереди», — сказала она, и, не проронив больше ни слова, шагнула вниз, между трупами. И подписала нам приговор. Мы шли за незваными гостями по следу разрушений через лабиринт мастерских и лабораторий, которые вскоре стала не узнать. Нити грибка, который сплошь покрывал стены, здесь вызрели, разрастаясь в цепкие неприятные пряди, похожие на затвердевшие внутренности. Прежде чем застыть, эта штука обвела все, придав строго имперской архитектуре мягкость органических форм. «Мы ползем сквозь больной труп», — думала я. «Но что, если он не мертв, а только вечно умирает?» Я с трудом пыталась подавить эти нелепые мысли, цепляясь за ясность таува. Но в этой выгребной яме она оказалась едва теплящейся, ложной надеждой. Полузгнившие мертвецы грудились повсюду, отмечая путь, по которому шла их смерть. Изрубленные, разорванные, обугленные, они гибли толпами, пытаясь задавить вторжение массой. А я поймала себя на мысли, насколько смертоносны были те, кто их убивал. Какое существо может словно косой срезать этот ужас? Ответ мы нашли в разгромленном лазарете, где непрошенные гости понесли первые потери. Павший воин был почти похоронен под грудой мутантов, однако его фигуру невозможно было перепутать ни с кем. Живым он почти вдвое был бы меня выше, и не сосчитать во сколько раз тяжелее. Возможно ли такое на самом деле? «Космические десантники», — произнесла Джекара с чем-то напоминающим благоговение. «И там, где один, будут и другие». У меня перехватило дух, когда она подтвердила мои подозрения. Я изучала отчеты и изображения элитных воинов Империума, но они казались мне далекой почти мифической угрозой. Они были дурным сном, великанами биоинженерии, которых выводили с целью быть абсолютно безжалостными на службе своего мертвого императора. Ходили слухи, что сотня этих чудовищ может покорить целую планету. «Что они здесь делали?» — поинтересовалась я, зачарованно глядя на мертвого космодесантника. Шлем, заостренным почти птичьим рылом, скрывал его черты. Но я могла вообразить себе лицо под маской. Оно должно было быть воинственным и открытым, с кожей, похожей на жесткую выделанную шкуру с причудливым переплетением шрамов и татуировок. Лицо не просто вытесанное войной, но специально переделанное для нее. Джикаара сделала знак янычарам, и те растащили мутанта в сторону, откопав черную как пустота силовую броню. Странно, но его левая рука выглядела словно отлитая из серебра. Плечевой щиток украшала стилизованная ай с врезанным черепом. Еще больше не к месту выглядел ярко-желтый правый наплечник. Несмотря на свирепый вид, понятия об эстетике здесь явно не хватало. «Узнаю Геральдику». Джикаара постучала по угловатому кулаку, изображенному на желтом наплечнике. «Имперские кулаки — старые враги империи Тао, но такой...» — она указала на серебряный наплечник. «Такой я раньше не видела. И они носят желтую броню, а не черную». «Погоди», — сказала я. «Этот второй символ. Разве он не похож на тот, который мы видели наверху у входа? Они схожи», — произнес Мутах, разглядывая эмблему. «Но врезанный череп — это существенное отличие. Возможно, между ними существует связь, однако поспешные допущения опасны». «Разве это имеет значение?» — спросил Ксанти. «Фанатики Гуэла все сумасшедшие. Все, что они делают, не имеет смысла». «Знай своего врага как себя», — произнесла Джекаара, явно цитируя какое-то учение огненной касты. «Здесь какая-то загадка». Однако в причинах смерти космодесантника никакой загадки не было. Его нагрудник был вскрыт точно раковина, и один из мутантов практически забрался внутрь грудной клетки, прорубив внутренности воина. «Империум послал своих лучших воинов, чтобы провести зачистку возникшего кризиса», — задумчиво пробормотала Джекаара. «Тем больше причин для нас уйти», — продолжала настаивать я на своем. «Мы не можем», — она шагнула прочь от погибшего великана. «Космические десантники не бросают своих павших». «Я не вижу связи». «Не видишь?» «Подумай, водичка». Я...» — понимание окатило меня словно ледяным душем. «Ты думаешь, что они проиграли?» «Что бы здесь ни случилось», — произнесла она, обводя рукой мутировавшую орду. «Мы должны удостовериться, что это закончилось». След кончался на самом верхнем уровне подземного амфитеатра. Нашим фонарям с трудом удавалось обозначить огромное пространство, выхватывая отдельные детали, однако не имея силы охватить все целиком. Создавалось впечатление колоссального улья, сотканного из серых прядей. Из углубления в центре зала поднималась белесая куча. Толстые пряди грибка пробивались из ее основания, умножаясь и мельчая по мере роста и проникая в каждую поверхность. Чем ниже мы спускались, тем яснее становилось, что мутанты приняли здесь последний бой, закрывая от врага сердце своего улья. Однако космодесантники тоже гибли один за другим. Первый лежал двумя уровнями ниже, еще сжимая цепной меч. Головы у него не было. Как и его товарищ, десантник был облачен в черные серебром доспехи, однако правый наплечник был совсем другим. «Белый шрам», — сообщила Джикаара, указав на алый зигзаг молнии на белом поле. Они с честью сражались на Далите. На Далите были космические десантники? Меня повергла в ужас мысль, что Империум так глубоко проник во владение Тау. «Они почти взяли», — долит водичка. Неприветливо хмыкнула Джикаара. «У вас в касте кое-какую правду замалчивают, чтобы ваши трусливые сердца не сжимались от ужаса». Но, несмотря на смысл слов, в ее голосе не было злобы. Мы с ней пришли к чему-то вроде взаимопонимания, она и я. Меня больше беспокоило то, что моя собственная каста, вполне возможно, лгала мне. Возможно ли такое на самом деле? Воспоминания о старом интригане у Осейшена утешения мне не принесло. Мы продолжали спускаться. Джикаара, останавливаясь у каждого павшего космодесантника, мрачно изучала его знаки отличия. Синяя хищная птица на белом. Белый круг пилы на черном. Она не узнала ни тот, ни другой, но все равно отдавала дань уважения. Каждый из них погиб страшной героической смертью в окружении разорванных врагов. «Почему они носят знаки разных кадров?» — спросила я, видя, что загадка их пестрого братства не дает Джикааре покоя. «Знаки Оридена», — поправила она. «Космические десантники называют свои группировки Оридена». Я сморщилась от такого неуклюжего произношения слова Гуэла «Орден». «И отвечу на твой вопрос, водичка». «Я не знаю. Это собратство противоречит всему, чему меня учили про таких, как они. Космодесантники строго держатся своих кланов. Возможно, их заставили сражаться вместе», — предположила я. «Может быть, это наказание за какой-то проступок. Или наоборот, честь». Но ни одна из этих теорий не обнадеживала. Особенно с того момента, как мутанты становились все страшнее и страшнее. Некоторые уже не несли никакого сходства с Гуэла вообще. Больше походя на отродье совершенно другой, абсолютно ненормальной расы. По сравнению с несколькими тварями, даже космодесантники казались маленькими. Громадные тела покрывали шипастые плиты внешнего скелета, которые выглядели достаточно крепкими, чтобы выдержать выстрел импульсного карабина. Все тела пестрели мехом из серебряно-серой плесени. Однако нельзя было сказать, вырос ли грибок сверху или же пророс изнутри. Внезапно Джекаара остановилась, возрившись на одного из зверюк покрупнее. «Я знаю, кто это такие», — сказала она тихо. «Это мутанты», — заявил Мутых. «Явно результат каких-то неумелых имперских экспериментов». «Это Игея Мокуши, звери безмолвного голода», — произнесла Джекаара. Название мне ничего не говорило, и остальных явно поставило в тупик. Она кивнула, нисколько неудивленная. «Хищнический вид, с которым империя Тау столкнулась совсем недавно. Эти отличаются от биоформ, которых показывали на ознакомительных занятиях, но многообразие заложено в их природе. Они — живые орудия, которые умеют владеть как формой, так и сущностью, превращаясь в то, что лучше всего подходит для достижения цели». «Они враждебны империи Тау?» — тревожно спросил Ксанти. «Они враждебны любым формам жизни, кроме своей собственной. Они словно саранча, живут только для того, чтобы жрать и размножаться, не оставляя после себя ничего, кроме праха и призраков. Говорят, империум сильно пострадал от их вторжений». Все замолчали. «Вот еще одна неприятная правда, которую скрыли во имя высшего блага. За прошедшие несколько месяцев мои убеждения точно разъела, открыв обман, одержимость и ужас. Что еще от меня скрывали?» «Вниз, дальше вниз. Еще мертвые космодесантники. Сначала золотая звериная голова на темно-синем, потом еще одна хищная птица, на этот раз красная на белом». «Ты с почтением относишься к этим воинам», сказала я, внимательно наблюдая за Джекаарой. «Я уважаю их силу», — Асхарил. Но я чувствовала, что ее восхищение лежит глубже. Джекаара была изгоем среди собственного народа, живя ближе к дикой природе Фидраа, чем к мудрости Тауа. В этих войнах наравне с силой ее влекло их братство. К тому моменту, когда мы достигли нижнего уровня, нашелся восьмой космодесантник. Этот последний погиб совсем чуть-чуть, не дойдя до цели. Его броня была пробита в десятки мест, похожими на лезвия выростами. Странно, но он продолжал стоять. Его телу не давало упасть груда заваливших его трупов. Даже среди своих братьев он выглядел гигантом, однако были у него и другие отличия. В то время как остальные только покрасили левую руку в серебро, обе его руки были серебряными. Или скорее из какого-то более твердого металла. Его личная геральдика была черной. Эмблемой служила стилизованная белая латная перчатка. «Железная рука», — сообщила Джекаара. «Еще один старый враг». «Там, похоже, хранились образцы», — произнес Мутых, указывая на пару опрокинутых прозрачных цилиндров, которые выглядели достаточно большими, чтобы вместить самую крупную тварь. Плети грибка обернулись вокруг, сжав цилиндры так сильно, что усиленное стекло треснуло. «Эти дураки притащили безмолвный голод на Фидраа», — прошипела Джекаара. Я с изумлением услышала ярость в ее голосе. Она говорила так, будто угрожали ее родному миру. «Так что это место что-то вроде тюрьмы?» — спросил Ксанти. «Не тюрьмы», — ответил Мутых, прослеживая паутину трубок, идущих от цилиндров к ряду ржавых пультов. «Вспомни лаборатории, которые мы прошли. Нет, это исследовательский центр. Имперцы проводили здесь опыты над этими тварями. Наверное, мы искали способы общения». «Империум не ищет общения со своими врагами», — сказала Джекаара. «Они искали оружие». «Но почему здесь?» — поинтересовался Ксанти. «Или просто так совпало, что они выбрали Фидраа?» «Многие из местных видов грибков смертельно опасны», — задумчиво произнес Мутых. «Наверное, они пытались синтезировать патоген». А потом у них что-то сорвалось. ровным голосом произнесла Джекаара. «Мы этого не знаем», — возразил Мутых. «Технические методы Гуэла пронизаны суевериями, но...» «Наследственные черты и геомокуши оказались слишком сильны», — сказала я, подививший собственной уверенности. «Когда имперцы заразили его, оно поглотило грибок». «Интуиция. Я поняла. Я принадлежу полностью ни к созданиям рациональности, ни к инстинктам. Я — нечто более утонченное, чем эти двое». «Оно стало грибком», — закончила я. А потом грибок поглотил их. Мои товарищи уставились на меня, затем их глаза поползли по зараженному пространству вокруг. Джекаара нарушила молчание первой. «Обыскать космодесантников», — приказала она янычарам. «Собрать все гранаты». «Что ты задумала, огненный воин?» — требовательно спросил Мутах. «Мы выполним задачу наших врагов». Она показала на огромный гриб-пузырь в центре зала. «Иногда враг твоего врага — еще больший враг». «Ты не сделаешь ничего подобного!» — Мутах был потрясен. «Мы должны выяснить, что здесь открыли имперцы». Он посмотрел на Ксанти в поисках поддержки, однако молодой специалист избегал его взгляда. «Аутаку!» «Прошу прощения, Феовре!» — несчастно пробормотал его помощник. «Но что бы ни нашли здесь имперцы, добра это им не принесло». «Я обыщу этого», — сказала я и направилась к ближайшему космодесантнику. «Надеюсь, ты знаешь, как выглядит граната?» — с легкой издевкой спросила Джекаара. Потом ушла по направлению к верхним уровням. «Трусы!» — крикнул нам вслед Мутах. «Вы все предаете высшее благо!» «Нет, мы служим высшему благу», — с яростью подумала я, даже если кое-кто из нас начал в нем сомневаться. Подавив отвращение, я оттащила труп мутанта с выбранного мною воина, чтобы добраться до его поясного ремня. И вот тогда я услышала низкое гудение. Слабое, однако его источник нельзя было перепутать. Доспехи космического десантника по-прежнему работали. С тревогой я уставилась в его архаичный шлем. Простая маска скрывала правую часть лика, но левая представляла собой мешанину бионики, собранной вокруг выступающего оптического датчика. Вблизи воин казался больше машиной, чем человеком. «Железная рука», как Джекара назвала его. «Фиовры!» «Нет!» — голос, неожиданно полный и уверенной настойчивости, принадлежал к Санте. Я оглянулась и увидела, что Мутах стоит возле гриба с лазерным скальпелем в руке и емкостью для сбора образцов другой. «Стой!» — эхом откликнулась я, но скальпель уже опускался на крапчатую поверхность гриба. «Нетро!» — гриб взорвался, как бомба. «Который и был», — поняла я. «Споровой бомбой. Спящей, но не мертвой». При взрыве не было ни огня, ни осколков. Но ударная волна отбросила Мутаха через весь уровень, с сокрушительной силой швырнув его на пульты. Я видела, как отскочило его тело за миг до того, как все вокруг накрыл густой бурлящий серый туман. Крепко вцепившись в маску фильтратора, я зажмурила глаза и скрючилась, прячась под железной рукой. Когда споровое облако накрыло разошедшихся янычаров, те поначалу принялись ругаться, однако затем проклятия перешли в захлебывающиеся вопли, когда легкие начали наполняться этой грязью. Я слышала, как несчастные мечутся вокруг, пытаясь избавиться от мучений. Кто-то вслепую открыл огонь, импульсы с шипением разрывали сгустившийся воздух. Еще кто-то вскрикнул в последний раз, когда в него попал случайный выстрел. Это была милость, единственная милость, которая осталась на долю этих бедолаг. Я рискнула выглянуть, когда один из них упал на колени неподалеку. Ядовитая метель превратила его в размытый, бьющийся силуэт, но я видела, как все его тело неистово сотрясается, точно в приступе какой-то лихорадки, пробирающей до самых костей. Не просто до самых костей. Эта дрожь доходила гораздо глубже. Я услышала, как его плоть бурлит. Его мускулы принимали новые формы, растягивая кожу в попытке удержать хаос под ней. Внезапно Янычар закричал, выплескивая кровь из поры. Его спина прогнулась внутрь под невероятным углом. Хребет сломался, затем резким щелчком приобрел новый, сгорбленный и хищный изгиб. Жуткие шипы выступили из позвоночника, торопясь догнать быстро удлиняющийся череп. Руки выстрелили вперед в крошеве срубленных пальцев под давлением костяных серпов, выскочивших из запястьей. Янычар снова попытался закричать, и его язык вырвался на волю, утолщенный и зазубренный, точно змея с жалом на конце. Выглядит так, будто внутри у него прорастает змеедрев, сумбурно подумала я. Теперь в любую секунду новорожденный гибрид мог обернуться и увидеть меня. — Фиовре, где вы? — позвал к Санте, спотыкаясь в тумане. Его верный дрон парил рядом. Аутаку заметил меня и облегченно поднял руку. — Асхарил, ты не вид? — гибрид прыгнул. Движимый мощными двухсуставчатыми ногами, он молнией промелькнул в воздухе и врезался в Аутаку, прежде чем тот его заметил. Костяные серпы метнулись вниз, пронзив плечи к Санте и пригвоздив того к полу. Его пронзительный крик оборвался, когда язык зверя выскочил точно в выкидное лезвие и пробил маску фильтратора. Его ноги конвульсивно дергались, пока язык, извиваясь, пробирался по глотке, жаля и засеивая его спорами. Осиротевший инфодрон зачирикал в смятении, и взмах серпа швырнул его кувырком в мою сторону. Я прикрыла голову. Тарелка врезалась в железную руку и опрокинулась рядом с несчастным писком. Туман редел, споры оседали по всему помещению, точно мягко светящаяся пыль. В их тусклом свете я увидела, что ни один из янычаров не избежал превращения. Одни еще проходили через последние мучения, но пятеро уже неслись к одинокой фигуре на самом верхнем уровне. Джикаара стояла, опираясь на дно колена, и вела приближающихся гибридов на прицеле импульсной винтовки. Она выстрелила, однако избранная цель метнулась в сторону с ошеломительной быстротой. Я представила себе, как Джикаара ругнулась, со злостью, но без страха. Никогда не боялась. Она выстрелила снова, затем сразу же еще раз. Первый выстрел заставил цель отскочить прямо на второй. Заряд сбил гибрида на середине прыжка, и тот рухнул на пол корчащейся грудой. Не успела тварь вскочить, как третий выстрел расколол ей череп. Цель поражена, однако потеряно драгоценное время. Пронзительно вереща, одна из тварей вскочила на тот уровень, где сидела Джикаара, однако та не обратила на это никакого внимания, сосредоточившись на дальней цели. Но прежде чем я успела крикнуть и предупредить ее, из сумрака вылетел дрон-стрелок и изрешетил противника испаренных стволов, почти разорвав тварь пополам. Вращаясь, тарелка ринулась к другому гибриду, плюясь огнем, однако зверь уворачивался, двигаясь рваными птичьими скачками, и приближался, перескакивая с пола на стену и обратно. В последний момент тварь подкатилась понизу и вскочила на ноги под тарелкой, уцепившись за край. Дрон провернулся, яростно поля и пытаясь сбросить противника, но тварь оказалась слишком сильной. Я представила, как примитивный логический центр машины оценивает вероятности и взвешивает возможности. Он нашел ответ в какие-то секунды и взорвался, оставив от гибрида только обугленные ноги. Больше времени следить за боем Джикаары у меня не осталось. Тварь, напавшая на Ксанте, села на корточке, нюхая воздух. Жертва подергивалась под ней в судорогах изменения. Я оглянулась, надеясь найти оброненное кем-то оружие, проклиная себя за отказ взять его с собой раньше, отчаянно желая чистой смерти. «Энергии!» Голос прозвучал, словно хрип умирающей машины. Машины, которая говорила на имперском готике. Я подняла взгляд и увидела невозможное. Железная рука склонила ко мне голову. Его окуляр тускло светился красным, точно обреченное солнце. Под этим безжалостным пламенем вода обратилась в огонь, и я стала созданием инстинкта. Ухватив разбитый дрон к Санте, я подтащила его ближе и, шатаясь под тяжестью, подняла к великану точное подношение какому-то первобытному богу. Тяжесть была не только физической, но и моральной. Однако мой путь выглядел чистым. Галактика была заражена порчей, и порчу следовало вычистить. Из шлема воина развернулся металлический усик, покачиваясь из стороны в сторону, точно слепая змея. Когда он уткнулся в дрона, его заостренный кончик с визгом терзаемого металла пробурил кожух машины. Через секунду змея превратилась в пиявку, зарывшись внутро разбитой машины и начисто высосав всю энергию. Энергию, которая должна заново разжечь ненависть ее хозяина. Подлинную ненависть. Я услышала, как зверь, напавший на Ксанте, поднялся на ноги позади меня. Однако моя вселенная сузилась до пробуждающегося космодесантника. Я поняла, что здравый смысл меня покинул, разрушенный ложью Осейшина и правдой Фидраа. Все, что осталось, — это ужас и желание встретить этот ужас лицом к лицу. Ради высшего блага. Остальное было как в тумане. Гибрид взвыл у меня за спиной. Его собратья ответили со всех сторон. Я резко развернулась, он прыгнул, его смертельно опасный язык тянулся ко мне. Кулак космодесантника встретил тварь в воздухе, точно вагон турботрамвая, насквозь пробив грудную клетку. Десантник отбросил труп в сторону, а в это время остальные гибриды накинулись на него верещащей и визжащей стаей. Всего их было четверо, полностью обратившихся и почти обезумевших от жажды рвать и раздирать и заражать. Первый кинулся прямо в лоб и умер в одно мгновение. Его череп разлетелся брызгами от пневматического удара в морду. Воин повернулся в поясе, доспехи заскрежетали точно ржавые шестерни, и ухватил второго гибрида за глотку, сдавив так, что хребет и хрящи расплющило в кашу. И в тот же миг вогнал клешню манипулятора между зубов третьему. Голова твари затряслась в конвульсиях, когда клешня у нее в пасте превратилась в изжащую циркулярную пилу. Космодесантник выдернул инструмент в фонтане из крошева костей. И тут последний гибрид запрыгнул ему на спину, взметнув костяные серпы для удара. Однако прежде, чем он успел ударить, заряд энергии пробил ему череп и сбросил с насеста. Я глянула вверх и увидела Джекаару, припавшую на одно колено несколькими уровнями выше со вскинутой винтовкой. «Очищены», — подумала я, — «все до единого». Голос заставил мое имя звучать так, словно его выудили из грязного океана. Я обернулась. Ксанти взгромоздился на ноги, используя скривленные серпы, как костыли. Он двигался неуклюже. Жертва каприза мутации мускулов, точно грибок, сбила с толку анатомия Тау. Лицо Ксанти вытянулось в маску смерти. Нижняя челюсть почти касалась живота, но глаза остались прежними. Он глядел на меня с мучительным узнаванием, умоляя. «Оссар!» — зазубренный язык метнулся ко мне. Космический десантник толкнул меня в сторону, но жало языка хлестнуло по плечу, пока я падала. Страшное не менее охватило руку прежде, чем я рухнула на пол. Смутно я видела, как Джикаара слетела с верхнего уровня. Она вскинула винтовку к плечу и бросилась на тварь, стреляя на бегу. Она продолжала стрелять, пока Ксанти не превратился в обугленные останки. После чего обрушила свой гнев на изломанное, пропитанное спорами тело мутаха. Картограф так и не шевельнулся под обстрелом. Наверное, он уже был мёртв, но сомневаюсь, что для Джикаары это имело какое-то значение. Последнее, что я увидела перед тем, как сознание покинуло меня, был гаснущий красный свет в окуляре железной руки. «Энергии!» – прошептал он. А потом мы оба погрузились во тьму. «Тебе повезло», – сказала Джикаара, когда я очнулась. А не менее в руке прошло, оставив лишь тупую боль. В его жале не было заразы. Затем, по безмолвному согласию, мы накормили железную руку, собрав оружие и энергоячейки янычаров и отдав их ненасытному механо-дендриту. Проводя церемонию, мы не думали, что теперь, когда враг нашего врага уничтожен, остался ещё просто враг. Нам это даже в голову не пришло. Теперь мы обе были созданиями инстинкта, связанными повелением более сильным, чем Таува. «Как давно ты ждал?» – спросила я великана, когда мы закончили. Имперский готик вышел у меня легко, как и всегда. «Как давно?» Электронный голос было нелегко разобрать, и построение фраз у него было нарушено. «Очень давно». «Как ты выжил?» Воин повернул свой глаз ко мне, оценивая меня, словно какой-то железный бог. Неожиданно маска, прикрывавшая правую часть его лица, соскользнула. Вместо плоти и костей я увидела серую бесформенную мешанину, пронизанную электроникой и изъеденными коррозией заклёпками. «Плоть предаёт!» – произнёс он, хотя у него больше не было губ. «Но машина верна!» А затем я увидела его злой урок. Его тело погибло от ран, но истощённая аугметика продолжала работать, сберегая его сознание по мере того, как утекала жизнь. Полутруп — полумашина. Он стоял, замерев в этом зале, бесчётные десятилетия, сгорая от бессильной ярости, пока его мёртвую плоть пожирал враг. Отвергая сон и изобвение ещё глубже — смерть. Он смотрел, как порча разрастается внутри и снаружи. Я видела, как он проваливается в безумие, затем выкарабкивается обратно в надежде на избавление. Затем падает снова. Сколько раз повторялся этот круг, и в какой его части пребывает он сейчас? «Твоё задание выполнено», – осторожно произнесла я, указывая на лохмотье споровой бомбы. «Мы справились с порчей». «Нет, не справились. Это ничто. Просто ещё один отросток. Я видел, как он рос. Потом рост прекратился. Много, много, много». Он запнулся. Расщеплённый разум силился обрести связность. «Корень. Цел». Он шагнул к центру зала, двигаясь с неожиданной плавностью. Мы пошли следом и впервые увидели яму. Тёмную прорезь в полу, откуда вырос мегагриб. При ближайшем рассмотрении я поняла, что это была вовсе не яма, а круто уходящий в сторону туннель со стенками, покрытыми перетяжками грибка, похожий на просвет гигантского кровеносного сосуда, или ножку гриба. Отсюда выросла споровая бомба, поняла я, и порча по-прежнему живёт внизу, глубоко запустив свои корни. Задание не выполнено. Как и задание железной руки, моя история не закончена. Но это не имеет никакого значения. Я ставила себе целью не развлечь вас, а предупредить. Джиакаара вынесет этот журнал с клубка и сделает всё, чтобы его прослушали и услышали. Этот неумирающий склеп должен быть изолирован, на случай, если мы не сумеем уничтожить его хищное наследие. Мы? Да, я решила составить компанию железной руке в его последнем задании. Я не воин, но я могу нести гранаты. И мы унесём их много в нечистую тробу этого места. Джиакаара спорила со мной. Конечно, говорила, что это её долг отправиться в последний спуск. «Ты должна нести слово, а я огонь», — говорила она. «Однако, будет не так». «Понимаете, я не могу вернуться». Жало к Санте всё-таки оказалось заразным. Хотя его прикосновение было мимолетным, я чувствую, как в крови у меня ворочается порча, обещая новую ложь. Не знаю, сколько времени у меня осталось, но я не стану прятаться во тьме, пока чума забирает меня. Кроме того, моё разложение не только в крови, ибо я отпала от Таува. Я больше не создание воды или огня, и, несомненно, здравого ума. Но я ещё могу послужить. Я сойду в преисподнюю плечом к плечу со своим врагом и вычищу нечисть ради высшего блага». Конец записи. Питер Фехер Вари. «Змеев заповедник». Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская. «Змеев заповедник». Рассказ читал Олег Булдаков. Рассказ читал Олег Булдаков.